Добрый день, дорогие друзья, зрители, подписчики. Новенькие, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Едем мы в деревню Барок, Минская область, Устудского района. Я думаю, сейчас мы будем проезжать деревню Знамя. Здесь как бы есть магазин. Ни один магазин. Работа есть, хвост двор есть. Школа есть, садик есть. Здесь вот по этой стороне еще домик продается, 17 номер. Остановимся? Да, могу показать остановиться. Это не он. Не-не-не, 13, все, 15. Вот по этой стороне продается. Вот здесь. Вот этот вот домик продается. За него 3,5 тысячи просят торг. Хозяина на данный момент нет дома, но он как бы звонил, просил, чтобы его сделали видеообзор этого дома. Так что есть на канале видео. Смотрите предыдущее. Приезжаем вот здесь в центр. Получается, вот с левой стороны садик детский. Пусть заселились. Вот здесь вот магазин. Родный куд. Почта. Есть продукты, как сыр в масле. Это уже от масса сыр завода. Выводки здесь есть. Пусть лята маленькие на ноги уже поднимают. Скоро летать будут. Пополнение. Ну вот здесь вот заканчивается уже знамя деревня. Там впереди барок. Вот здесь вот находится школа. Здесь, кстати, вот ребятишкам привет с этого футбольного поля, которые постоянно здесь играют. Сколько раз ездил летом в барок, здесь постоянно играют. Ну и по этой дороге ребятишки привет вам. Вечером будут обратно играть. Ну что, путь держим дальше. По правой стороне у нас находится поселок Сахалин. Дальше еще один там, второй Сахалин. Или это Сахалин, а там поселок Сахалин. А впереди вот здесь вот барок. Так, ну вот в этой деревне барок продается домик. Это будет по правой стороне сейчас. Такая вот деревня, асфальтированный подъезд. Вот за этим следующий. Во-вот, вот этот домик. Приехали, в принципе. Все, доехали. Человек наш добрый подвез на попутке. До этого дома мы добрались. В принципе, на попутке можно сюда доехать. То есть, как мы видим, нормально сюда машины ходят. То есть, днем я... Автобусы тоже, кстати, ходят. Вот этот вот дом продается. Сейчас я договорился с хозяином. Хозяин подойдет. Откроет нам, покажет. Внутри посмотрим. Так что ставьте чайники. Берите пряники свои. В принципе, уже после обеда так можно и по соточке накатить. Какой, вишневочки, да? Что у вас там? Кто что делает? Наливашки какие-то, наполняшки. Как еще они называются. Кстати, в этой деревне еще один дом был выставлен на продажу. Но его уже купили по моим видеообзорам. Вот сам участок. Сейчас дождемся хозяина. Пойдем делать внутри видеообзор. Вот там вот этот дом уже купили. Мы потом в гости туда еще зайдем. А так сейчас идем сюда делать видеообзор. Добрый день у вас. Как вас величать будет? Анатолий Герасимович. Анатолий Герасимович, да? У меня Олег. 88 лет. Дай вам Бог здоровья. Сейчас второму все на Кубу добрали были. На Кубу? Да. Были на Кубе? Не доехал. Только мундировали в Калинграде. И все. Назавтра отправлять ракеты пошли уже наши. А мы старым ашалоном должны были. А, это когда чуть третья мировая не началась, да? Да, да, да. Я помню. Когда они, ну, чуть-чуть перескали от того, что ракеты могут на Кубу. Да. Я помню, да. И тогда предупредили их. Если ракеты не дарут, а на Кубу в Карибское море потонет. И все. Вот тут крутился, крутился наш Митик. Ну да, они дошлись до Кубы. Не помню. Да. Ракеты, которые будут там. Сколько усадьб у вас тут соток земли? 25. Сад насажен. Ну, 40. А так теперь 25. Пойдусь. Потому что у меня там же усадьба. А вот это. Так, продается с мебелью или без? Что? Что есть? То и продается, да? Что тут ухаки. Ничего я забирать не собираюсь. Электричество есть у дома? Да. Электричество есть. И должно быть. Подъехать. А вон пищик какой-то. А вон пищик какой-то. Зал получается, да? Ага. Ну, шат. Обратите внимание, какая скамеечка. Что это должно быть? Скамейка ручной работы. Сколько свадьба она видела. Со скамею. День рождения. Это скамейка. Да, в деревне собирались. 100%. Да, дощеды были. Так, пойдемте там посмотрим, что. Какого дома, год дома, ну, постройка. 64. 64, да. Лес хороший, да. А тут выход на веранду получается. Ассистентральный. Да, да. В общем, дом такой, что можно садиться и жить. Подушки. Пойду по улице, посмотрю по кругу. Пойду по кругу домов. Да, фундамент такой, нормальный. Участок не заброшен, покошен. Там все накос можно разрабатывать под штук. Можно дальше садом садить. Колодец, вода тут, да? Да. Ну, и тут вот, куча построек, сараев разных. Такие вот. Сколько вы за дом свой денег просите, вот за этот? Сколько вы дадите? Сколько дадите? Да, не, ну это же ваш товар. Спрашивайте, что это? Ну, примерно все равно, что чего-то отталкиваться надо от какой-то суммы. Шесть с половиной. Шесть с половиной чего? Зеленые. Зеленые доллары, да? Хорошо, понятно. Документы же есть в порядке, да? В порядке. Такой вот дом, жасмин пахнет. Вкусно очень. Так что шесть с половиной тысяч долларов. Минская область, Слуцкий район. Деревня Барок. Хороший дом большой, вам скажу. Все, пишите комментарии. Спасибо этому дому, поедем к другому. Вот этот дом в деревне, следующий, то есть тоже Барок, был куплен один из наших подписчиков. То есть продан, здесь все классно. Он хочет передать привет маме своей. Да, хочу передать... Что все классно у него. Хочу передать привет маме своей, потому что я знаю, что она является подписчиком. И я фанатка Олега. Вот, она смотрит каждое его видео и радуется каждому видеообзору. Поэтому мама, огромный привет тебе. Вот огородик наш. Огородик, да? Да, да, да. Это Аня, жена моя тут все садит. Оля, ты уже вчера, кстати, кушали салатик со своей редисочкой. Лучок был. Чесночок, кстати. Вот этот вот мы поделились с хозяевами. Не сказали, половину нам отрадутся. Половину, да. Вот домик отличный. Спасибо Олегу большое. Так что видите, дорогие друзья, продаются дома, люди покупают, стремятся к деревне. Так что выбирайте себе домик, тоже покупайте, переезжайте. Заиметь свой огородик вот такой вот. Поедем мы дальше, сделаем видеообзор деревни. Так что присоединяюсь к привету, россиян. И привет вам из Беларуси. Ну вообще они с Украины. Так что мама, папа, держитесь. Мы с вами. Ну они старенькие, уже у меня 75 лет. Так что Вадька служил 25 лет в танковых войсках в СССР. Все, всем привет из Беларуси. У нас тут огороды скоро в полный рост идут уже. Косить-то надо. Да. Весцы побудована церква, заснована 7 липня 19-го года 1912-го. Церква проподобного Симеана Столбника. Рекламная пауза. Также делаем видеообзор деревенских домов, коммерческих строений, организаций, предприятий, которые сдаются в аренду, продажи, сдача в аренду. Здесь вот сдаются полностью, наверное. Кому интересно, пишите, звоните. Сделаем видеообзор вашей недвижимости, развестим на площадках Ютуба, Капитала, Куфора. В деревне вот здесь такая площадочка, благодаря отцу Георгию построена она здесь. Отец Георгий построил детскую площадку. Без него заходить, конечно, не будем, но я вижу, он горка такая, как в аквапарке, видишь, вдалеке виднеется. А для чего это он сделал? Да, вообще, если там будет. Это какая-то полоса препятствий, видишь, здесь соревнования какие-то проходят, возможно. Хотелось бы поговорить, узнать, да? Да, но я думаю, мы не последний раз в этой деревне и будем еще приезжать сюда, снимать. На площадке даже имеется футбольное поле. Так, я что думаю, сюда детишки приезжают разыграть пару голов, да? Ахлета, вон какой-то фестиваль здесь будет, Ахлета. Возможно. Вот там вот фонтан. Так что все, уезжаем из этой деревни, поедем в другую, искать дешевую недвижимость. А истенок, он сидит наверху, заселился. Всем спасибо, что смотрите, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем чистого неба над нашей землей. Все, до свидания, до скорых встреч.